Первую ложку Юрий Петрович Ведяков вырезал, когда родилась первая дочка. Она так и называется – первая ложка для Алёнки. Юрий Петрович создаёт работы из дерева, плетёт корзины, режет ложки. Такое увлечение передалось мужчине от его отца и деда. Отец и дед Юрий Петрович, то есть папа, глава семейства, были бондари, плели корзины, резали ложки. Люди тоже были очень творческие, но на тот момент это была необходимость. Сейчас у Юрия Петровича резьба по дереву, изготовление ложек, плетение корзин – это уже хобби. Это то, что, ну, что называется, такая отдушина после работы. В Музее народной игрушки продолжается выставочный проект «Всё начинается в семье». Творческие семьи представляют свои работы, рассказывают о своих увлечениях. Третья история проекта посвящена творчеству семьи Ведяковых. Мама Наталья Анатольевна работает в детском саду. Отец Юрий Петрович – вовнеев. Младшая дочка ещё учится в школе, а старшая уже работает. Но всех членов семьи объединяет любовь к рукоделию – творческому труду. Мама Наталья работает в детском саду и занимается вышивкой, рисованием, росписью по дереву. Её мама, то есть бабушка семейства, также прекрасная вышивальщица, вяжет крючком, кружево, подзоры, салфетки. То есть всё передаётся по наследству. Две сестры хорошо рисуют, занимаются декоративно-прикладным творчеством, как и мама. На небольшой экспозиции семьи Ведяковых представлены работы разных лет. И вышивка, и алмазная мозаика, и плетёные корзины, и игрушки. Стать участником проекта «Всё начинается в семье» могут все желающие. Если есть желание показать своё семейное творчество в нашем музее, поучаствовать в проекте, милости просим. Мы всегда рады сотрудничеству. И поскольку всё-таки интерес к этому проекту достаточно большой в городе, это вот у нас уже третья история, и ещё две планируются, я думаю, что мы этот проект можем продолжить и на следующий год, то есть не ограничиться только годом семьи. В конце года в музее всех участников выставочного проекта торжественно наградят на праздники. Выставка авторских работ семьи Ведяковых «Радость творчества» продлится до конца сентября, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.